Давайте начнем с логотипа, который, думаю, известен всем. Это галочка Найк. Ники – это греческая богиня, а галочка символизирует ее крылья. Вы, наверное, могли не знать, что основатель Найк, Фил Найт, не делал этот дизайн. Это была Каролина Дэвидсон. Она была студенткой, которой Фил заплатил 35 долларов в 71 году за дизайн. Ну а если вы это знали, то наверняка не знали этого, что в 83-м Фил подарил Каролин 500 акций Найк, которые сейчас оцениваются в 1 миллион. Сегодня поговорим, что скрывается за знаменитыми брендами одежды. Далее, логотип Версачи. Все начинается с основателя Джоанни Версачи и его любовь к греческой мифологии. Версачи вырос в историческом греческом городке, окруженной руинами. Там он гулял по этим местам и наткнулся на восхитительную мозаику медузы Горгоны. И это его вдохновило. Вы знаете, по мифологии медуза была очень красивой женщиной, которая рассердила бога, и он ее проклял, превратив ее в монстра со змеями на голове. А когда кто-то смотрел ей в глаза, то он превращался в камень. Так зачем Версачи использовал греческого монстра в своем логотипе? Потому что он хотел создавать такую одежду, чтобы когда ты ее видел, ты моментально замирал. Не потому что превращался в камень, а потому что одежда такая красивая, что ты не мог отвести взгляд. Не знаю, как вы, ребята, но мне очень нравятся такие истории, логотипы и что за ними стоит. А пока мы двигаемся по истории брендов, я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях, какая история ваша любимая. Далее идет Коронаролекс. Большинство людей узнают Коронаролекс, особенно люди из мира часов. Но чего вы могли не знать, так это слоган Ролекса. Корона за каждое достижение. Это подчеркивает возможность подарить часы каждый раз, когда свершалось достижение. А само название Ролекс, оно не происходит от имени создателей компании. Они выбрали это имя, потому что оно хорошо звучало и читалось на многих языках. К тому же, если посчитать количество букв в имени, то их столько же, сколько и звезд у Короны. Цвета, кстати, тоже символичны. Итак, Вальдорф и Дэвис хотели, чтобы золотой означало превосходство в индустрии часов, а зеленый – процветание. Мы видим эти цвета в каждом продукте Ролекс. Далее у нас идет компания Бёрбери. Они стали популярными благодаря тренч-плащам. Они не придумали тренч, но они точно сделали его популярным. Они одни из самых больших производителей тренчевых плащей первой половины 20 века. Мы можем наблюдать, как они развивали свою компанию последние 117 лет. Все это время логотипом Бёрбери оставался рыцарь в доспехах, который в руках держит флаг с латинской надписью «Прорсум», что означает «Вперед». Флаг и рыцарь означают, что компания стремится быть первым в своем деле. К сожалению, они изменили лого в 2018 году. Следующий бренд – Адидас. Многие уверены, что Адидас расшифровывается как «Целый день я мечтаю о спорте». Как бы то ни было, это не так. Название происходит от имени основателя Адольфа Даспера. Оригинальный логотип Адидас состоял просто из трех полос. Слоган компании был «Просто компания с тремя полосками». В 1972 году Адидас начали производить и одежду. Вот тогда и появилась концепция логотипа с трилистником. А уже в 90-м мы видим три полосы в форме горы. Гора означает путь на вершину и достижение своих целей. Следующий бренд – это Левайс. Считаю важным отметить, что Левайс существует с 1873 года. Но до 1928-го они назывались «Two Horse» – «Две лошади». Что, как, почему, идея была такова. Большинство людей, которые покупали джинсы в то время, с 1870-го по 1890-е, были необразованы. И производители штанов просто хотели показать, какие крепкие штаны они делают. Поэтому на логотипе были нарисованы две лошади, которые пытались разорвать пару штанов. Главной особенностью этих штанов были заклепки. То есть они укрепили те части швов на штанах, где они чаще всего рвались. Таким образом, они просто доказывали необразованным людям, что это очень крепкие штаны. В 1928-м они переименовались в Левайс, но двух лошадей мы все равно можем заметить. Следующий бренд – это производитель часов Патек Филипп. Итак, на этом знаменитом логое изображен крест из четырех цветков ириса. Так вышло, что это был символ всадников Ордена Калатравы. Этот орден участвовал в крестовых походах в 12-м веке. Эти ребята взяли клятву постоянно носить свое оружие с собой, чтобы всегда быть готовыми к сражению. Сам основатель был польским католиком, и он очень хотел привнести католицизм в культуру Польши. И делал это при помощи своей компании. Это принесло свои плоды, так как в 1865-м был посвящен в рыцаре. Далее – Томми Хилфигер. Логотип Томми Хилфигера имеет черты военно-морского училища. Красный и белый прямоугольник в логотипе – это флаг, который означает букву «Х», что означает «Хилфигер» – имя основателя. А синие полосы передают стиль морского флота. Следующий бренд – Крокодил Лакоста. Если вы когда-либо покупали себе поло или тенниску, то вы видели такого крокодильчика. История этого лого начинается примерно 100 лет назад с теннисиста по имени Рене Лакост. Этот парень был очень умным, не просто хороший игрок в теннис, а еще и бизнесмен. Он понимал, что в один день его карьера спортсмена закончится, а он, как и современные атлеты, оказывает большое влияние на стиль. Так он начал одеваться в такие вещи на теннисном корте, которых не было у других игроков в теннис. Одна из таких вещей стала то, что мы сегодня знаем как тенниска или пола. Лакост, как умный предприниматель, понимал всю важность брендинга. Он взял свое прозвище на корте – Крокодил – и превратил его в свой логотип. Давайте сейчас рассмотрим человека в прыжке от Майкла Джордана. Это было в 88-м году, когда мы впервые увидели этот логотип на кроссовках Джордан ИР-3. Интересный факт – этот логотип был сделан на основании фотографии 84-го года, сделанной перед Олимпийскими играми, где Майкл Джордан держит мяч в левой руке. Хотя он обычно закладывает правой, и прыгает он в форме балетного пируэта. Это говорили критики, а он сказал, да я вообще не собирался ничего закладывать, я просто хотел сделать классную фотографию. Настоящий силуэт прыгающего человека был сделан дизайнером, но отложен в долгий ящик, так как он занялся другим проектом. А уже через несколько лет этот скетч нашел дизайнер из Найк. Если вам понравилось это видео, то думаю, вам понравится и вот это – «Семь секретов стиля», о которых большинство парней не знает. В нем я рассказываю о таких штучках, которые большинство из вас даже не пробовало, а они помогут стать стильным мужчиной. Ссылка на видео будет в описании. Если вам не интересно это видео, то у меня есть для вас другое – 21 базовая вещь в гардеробе каждого мужчины. В подробных деталях я разделяю гардероб на основные вещи, ссылка будет в описании.